Итак, начнем это видео с двух фактов о раке кожи, о которых я могу поспорить, вы не знали. Первое. Мужчины страдают от рака кожи чаще, чем женщины. И второе. Высокие мужчины страдают раком чаще, чем низкие. Ученые попытались понять, что именно это вызывает. Изначально они исследовали гормон роста IGF-1. Его можно обнаружить у высоких мужчин. Мужчины в среднем выше, чем женщины, следовательно, у нас больше гормонов роста. Но они также искали внешнюю причину. Мы не ухаживаем за нашей кожей и не защищаем ее от воздействия солнца. Я не могу узнать ваш рост, но я могу поделиться с вами лучшим противораковым уходом за кожей. Вы будете чувствовать себя хорошо, выглядеть великолепно и защитить кожу. Итак, первый шаг в идеальном противораковом уходе за кожей, вам нужно узнать ваш тип кожи. Итак, начнем с сухой кожи. При нормальных условиях сухая кожа только у 10% популяции. Нам нужно искать средства на масляной основе. Почему? Потому что средства с масляной основой хорошо служат, оставаясь на поверхности, полностью не впитываясь и не испаряясь. Следовательно, и продержатся дольше. Они сохранят влажность вашей кожи. И в противоположном углу жирная кожа. И опять жирная кожа у 10% популяции Земли. Если вы ищете средства ухода, вам нужно убедиться, что это легкое средство, а не на масляной основе. И перейдем к середине, друзья. 80% населения между жирной и сухой кожей. Вы можете быть склонны к той или другой. Но в общем, мы можем пользоваться большим разнообразием средств. Итак, мы определились с типом кожи. Теперь поговорим об идеальном утреннем и вечернем уходе за ней. Как умываться, как делать скраб, как увлажнять кожу. Я все просто объясню. Первый шаг утреннего ухода, вы должны увлажнить лицо теплой водой. Второе, вы должны аккуратно намылить лицо и смыть. Третий шаг, вы должны делать это дважды в неделю, воспользуйтесь мягким скрабом. Вы должны нанести его на лицо нежными круговыми движениями, убирая отмершие клетки кожи. Четвертое, вытритесь полотенцем. Пятый шаг, для тех, кому за 30, кто начал выглядеть немного старше. Друзья, используйте укрепляющую сыворотку, антивозрастной крем. Далее, шестой шаг. Для тех, у кого есть мешки под глазами, нанесите специальный крем. И седьмой, нанесите увлажняющий крем, желательно солнцезащитным эффектом. А теперь разберемся с вечерним уходом. Шаг первый, вам нужно умыть лицо теплой водой. Шаг второй, аккуратно умойтесь с помощью молочка для лица и смойте. Третий шаг, вытритесь досуха полотенцем. Шаг четвертый, нанесите укрепляющую сыворотку. Пятый шаг, нанесите крем против мешков под глазами. Шестой шаг, нанесите увлажняющий крем для лица. Здесь не нужен солнцезащитный компонент. Как вы заметили, утренний и вечерний уход очень схожи. Но будьте аккуратны с отшелушивающими средствами. Пользуйтесь ими 2-3 раза в неделю. Следующий ключ к здоровой коже, друзья, пейте воду. Исследования говорят о 3 литрах в день. Я бы не посоветовал так много, но думаю, что нужно стремиться пить столько, сколько можете. Лично я ориентируюсь по фильтру. Что удобно, я наполняю его единожды, и моя цель – выпить все. Я выпиваю один на работе, к тому же еще один дома. Даже если возникает путаница, я все равно близок к своей цели. Главное здесь – создать режим, чтобы вы пили воду автоматически. И следующий совет, господа, речь пойдет о защите вашей кожи от солнечных лучей. Вы должны убедиться, что вредные ультрафиолетовые лучи не повредят вашу кожу. Дело в том, что у большинства из нас нет режима. Мы просто не помним, что нужно нанести солнцезащитный крем. Вот почему я рекомендую пользоваться увлажняющим кремом с защитой от солнца. Так вы точно уже его нанесете во время утреннего ухода и защитите лицо. Одежда закрывает большую часть тела, поэтому лицо в любом случае нужно защитить. Итак, следующий шаг – тренируйтесь по крайней мере 4 часа в неделю. Желательно не за один раз. Вы должны разбить их на всю неделю. Ваше сердце должно работать, поэтому отлично подойдет кардио, и вам нужно потеть. Зачем вам потеть? Затем, чтобы ваш организм естественным образом избавлялся от всех скопившихся токсинов, которые повреждают вашу кожу. Следующий шаг – отдыхайте. Сон – это то, что вам нужно. Друзья, по крайней мере 6-7 часов. Знаю, что некоторые из вас спят гораздо меньше. Я предпочитаю где-то 9. Если вы не перезарядились, если вы не бережете свой организм, в конечном итоге он вас подведет. Друзья, и ваша кожа будет выглядеть ужасно, если вы не будете отдыхать. А это потому, что вы загрузились кофейным или занялись другими вещами, которые привели к этому. Следующий совет может быть немного экстремальным для некоторых из вас. Полностью откажитесь от алкоголя. Я знаю, что есть исследования, которые говорят, что употребление алкоголя в умеренных количествах не вредит. Но также есть исследования, которые показывают, что даже в небольших количествах алкоголь плохо воздействует на кожу. Не только высушивает, но и влияет на гормоны. Следующий шаг, возможно, самый сложный из всех. Избавьтесь от стресса. Как от него избавиться? Я поделюсь с вами тремя способами, которые мне помогают. Первый – чувство благодарности. Когда я в стрессе, когда все плохо, я делаю шаг назад и спрашиваю себя. Серьезно, все так плохо? У меня нет рака, никто из моих детей не умер. Могли бы произойти более страшные вещи. Далее – умейте прощать. Да, этот парень обидел вас, а этот сказал что-то плохое в вашу сторону. Я могу сказать вам, что это очень сильная вещь, когда вы прощаете кого-то за обиду, которую он нанес вам. Вы окажетесь в лучшем положении, вы будете лучше себя чувствовать. И последнее – поговорим о медитации. Из меня плохой медитатор, но я могу помедитировать по крайней мере несколько минут, и вам тоже стоит с этого начать. Почему медитация работает? Опять же, что я говорил о благодарности, прощении – вы помещаете свой разум в состояние понимания. Стресс, который я испытываю, я гоню прочь. Знаю, друзья, это звучит странно, но в морской пехоте США было проведено исследование, как медитация влияет на людей сразу после сражения и перед. Когда вы можете управлять своими мыслями, вы можете делать удивительные вещи. Ну что, господа, теперь ваша очередь, я хочу увидеть ваши комментарии. Знаете, я обожаю комментаторов быстрого реагирования. Тех из вас, которые пишут комментарии сразу. Кстати, о сообществе. Если вы новичок на Realman Real Style, нажимайте на кнопку «Подписаться» и на значок «Оповещение», чтобы знать о выходе видео каждый вторник, четверг и субботу. И если понравилось это видео, ставьте лайк. Друзья, если вы хотите больше информации об уходе за кожей, посмотрите это видео следующим. 7 ошибок в уходе за кожей. Да, Альфа М специальный гость этого видео, я знаю, что вы его обожаете. Мы вместе сделали это видео и получили много удовольствия. Зацените его, это видео реально забавное. Субтитры сделал DimaTorzok